Долгожданные автобусы. В Балхаше запустят новые общественные транспорты. Без пострадавших. Сегодня на одной из улиц города произошел пожар. Сегодня на одной из улиц города произошел пожар. Пламя охватило 120 квадратных метров. Сгорели старые покрышки, строительный мусор и сухая трава в переулке Мушшлар. Пострадавших нет, частные дома также находятся в безопасности. Причина пожара устанавливается. 13 сентября 2023 года в 11 часов 41 минуту на пульт 101 поступило сообщение о том, что по улице прокатчиков что-то горит. В ходе тушения пожара было задействовано 20 человек личного состава и 3 единицы техники. На данный момент локализация. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет. Заместитель Акима города Тимархан Айдарханов провел совещание с представителями учреждений, ответственных за отопительный сезон. Речь шла о подготовке к отопительному сезону. В настоящее время ведется ремонт шестой котельной. Работы выполнены на 50%. Их завершат к 14 октября. Речь шла о подготовке к отопительному сезону. Что касается Бахашу, то 86% ремонтных работ во всех регионах города завершены. Казаемые работ, которые входят в ответственность Бахашсу, то по пяти адресам будут устранены несистемные утечки воды, проблемы с канализацией. Срочного ремонта требуют изношенные трубы по улицам Бокиханова, 21, Тампиева, 5, Абая, 80, Ждибай, Батыра, 20. Прогладывается по канализации 900 метров, из 900 метров 700 проложено, там осталось чуть-чуть добить. Потом по САИКу подрядная организация ОПТК в степи проложено 8,5 километров, им осталось 5 километров 300 метров. На данный момент они, наверное, километра 2-3 уже проложили. Потом по внутрипоселковым, именно САИК, там тоже подрядчики работают, внутрипоселковые водопроводные сети. Был двухгодовалый проект на 900 миллионов там с лишним. Но вот эти подрядчики попались хорошие. Они на данный момент, получается, мы когда на прошлой неделе ездили, они уже проложили 11 километров. На совещании заметитель Акима города отметил, что все вопросы и обращения будут рассмотрены детально, и по каждому из них приняты соответствующие меры. В декабре в Балхаше запустят новые автобусы. На сегодняшний день в городе курсируют микроавтобусы марки АйСюзу. Долгое время они вызывали недовольство среди горожан. Такие маленькие автобусы для города неудобны. Если где-то на поселок переехать, еще пойдет. Утром сейчас школа началась, то на работу, то в школу. На дверях висят люди, не доехать, пешком идут. Ну, неудобны. Ну, как-то надо для людей немножко тоже подумать, как добраться до работы, до школы. Но эти автобусы непригодны для городской маршрута. По улицам города в скором времени будут ездить автобусы марки Ютонг. Они вмещают до 85 человек, соответствуют всем современным требованиям. Летом работает кондиционер, в холодное время года сохраняется тепло. Да, действительно, проблема автобусов в Балхаше, она очень обширная. И касается она всех балхашцев. Не раз жители поднимали эти вопросы. И нам на страницу Акиматов города Балхаше, именно в Инстаграм, писали много людей. Касательно качества автобусов. На сегодняшний день я хочу сказать, что перевозчикам «Орталах Транссервис» ведется работа по приобретению новых автобусов. Компания «Орталах Транссервис» уже подпадала все заявки. Они одобрены. И примерно мы будем ожидать поставку данных автобусов в декабре этого текущего года. Еще одна приятная новость для балхашцев. В городе запустят школьные маршруты. Расписание движения автобусов в ближайшее время будет опубликовано на официальных страницах Акимата. Задержан гражданин, который обманным путем взял деньги у жителя Балхаша. В апреле этого года в городской отдел полиции обратилась 30-летняя жительница. Неизвестный через мобильное приложение снял с ее счета 420 тысяч тенге. По ее словам, она находилась в гостях, где незнакомый молодой человек попросил телефон для срочного звонка. Сотрудники киберпола отдела полиции города Балхаш установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Туркестанской области. В сентябре в ходе оперативно-развитых мероприятий сотрудники киберпола задержали злоумышленника. Он дал признательные показания. В ходе досудебного расследования молодой человек полностью возместил материальный ущерб, нанесенный потерпевшему. Субтитры создавал DimaTorzok